Привет, друзья! Блог «Учимся с Алисой» снова с вами, и мы решили немножко добавить информации по поводу заработной платы. Потому что появились очень странные ответы наподобие того, что у нас детей стало меньше в садике или больше, или среднее. Нет, детей у нас все время одно и то же количество. А суть ситуации-то в том, что по факту в школе нашей функционирует единственный семейный детский сад, как я уже сказал. Остальные позакрывались, в том числе с изменениями регулирующих актов по факту работы детского сада, которые резко изменились у нас, ну где-то примерно как раз в 2021 году. Суть в чем? Суть в том, что у всех остальных школьных сотрудников индексация проводится регулярно. Я уж не знаю, на какую сумму, какие у них зарплаты, это меня не касается, у каждого своя зарплата. У руководящего состава понятно, что зарплата хорошая, это не только по нашей школе, это по всем школам Москвы. У директора зарплаты там в районе 400-500 тысяч рублей, это совершенно нормально, это на всех сайтах школы, школ указывается, у заместителя директора порядка 300 тысяч рублей. Дети, не мешайте мне, пожалуйста. Но при этом, что может получиться у воспитателя или у учителя, это уже отдельный вопрос. В моем случае получается, что зарплата, как я и говорил, снизилась с 80 до 55 тысяч рублей, потому что якобы больше денег нет и не выделяется. Но получается, что пострадавшим лицом, единственным пострадавшим лицом в нашей школе 626 являюсь я, и естественно, мои обращения никакие никуда никому ничего не дают. Потому что не нравится, может закрыть СДС. Это, соответственно, абсолютно неправильный подход, потому что мы занимаемся воспитанием и обучением наших детей. По факту, если наши дети по факту находятся в таком возрасте, что в обычные садики их не берут, либо в обычные садики они могут попасть на год, а потом они уже в школе, ну просто можете посчитать, да, по возрасту, когда у нас дети начинают учиться в школе, то в этом случае у нас действительно нет никакой альтернативы. Альтернатива такая, либо бери что есть, либо просто ничего вообще не дадим. Ну, это, мне кажется, неправильно, хотя, конечно, в ситуации, когда на сотню сотрудников пострадал один, всем, в общем-то, наплевать. Поэтому остаемся с нами, заводим новый холест. Всем привет!